Итак, мы в прямом эфире, буквально несколько секунд, и мы начинаем. Дадим возможность подключиться. Так, я думаю, можно начинать. Добрый день. Сегодня мы проводим мастер-класс в рамках школы стиля Ольга Гринюк. Тема нашего мастер-класса – подбор мейкапа к деловому образу. Со мной сегодня визажист Алина Агапова, и я стилист Анна Чмутова. Наша героиня сегодня – это Диана. Диана! Привет! Здравствуйте! Диана, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, и почему ты решила стать героиней нашего сегодняшнего мастер-класса? Мне в будущем предстоит множество собеседований, и я бы хотела подобрать тебе образ, также макияж, чтобы всё было очень хорошо. Чтобы это было всё очень элегантно. То есть ты хочешь с помощью внешнего образа понадобиться работодателю найти крутую работу? Да, конечно. Думаю, что ты будешь культурой игре. Это очень классная задача, я думаю, что мы сегодня с ней справимся. Хорошо. Я буду рассказывать вам про макияж. Буду подбирать его к образам, которые нам сделает Аня. Собственно, деловой макияж – это очень интересная тема, потому что всегда девушки хотят как-то выделиться за счёт своего внешнего вида, но когда это касается какого-то офисного стиля, то нужно это ещё вписать в рамки формального дресс-кода. И сегодня мы будем всякими хитростями делать себя красиво и интереснее. Отлично. Тогда, Диана, я приглашаю тебя переодеться, примерить наш первый образ, который мы для тебя подобрали. Проходи, пожалуйста. Алина, ну расскажи мне, пожалуйста, какие цвета вообще преимущественно применяются в деловом каком-то мейкарбе, для офиса, для работы? Ну, как правило, деловой макияж – это у нас разновидность дневного макияжа. Это строгий макияж, который должен быть довольно естественный, но при этом без излишнего какого-то романтизма. То есть, если мы можем там использовать дневной макияж в повседневной жизни какой-то миленький, то, наверное, в офисе нам лучше быть такими строгими карьеристами. Как правило, люди, которые выглядят строго и напористо, целеустремлённо, они действительно добиваются каких-то карьерных высот легче. Вообще, для дневного макияжа необходимо подобрать родные цвета. Я вам сейчас расскажу, что такое родные цвета и как их найти. Родные цвета – это те цвета, которые уже есть у нас во внешности, когда мы без мейка, когда мы без какой-то яркой одежды, которая как-то меняет наш цветотим. Их, в принципе, определить довольно просто. Для этого нужно сделать вот такой фокус. Мы смотрим на себя в зеркало, или, как и я делаю, это смотрим на клиентку, и делаем такой легкий расфокус в глазах, чтобы у нас черты лица как бы визуально сливались в одно такое цветовое пятно. И тогда мы увидим как раз вот тот цвет, который должен у нас быть основным в макияже. И за счет этого цвета мы создаем нужные контуры, нужную форму за счет того, что этот цвет является натуральным нашим родным. Он не смотрится как в макияжках что-то нарисованное, что-то чужое, да, чужеродное. Вот. И кажется, что мы, в принципе, такие красивые, да, но просто чуть-чуть это подчеркнули. И родные цвета их можно усиливать. То есть мы сейчас подберем для нашей модели палитру родных цветов. И интенсивность уже будем, наверное, ориентироваться в плане интенсивности на образы, которые ты подберешь. Вот. Так что можешь пока немножко сделать. А есть, может быть, какие-то определенные цвета, вот, знаешь, которые, может быть, универсальны для всех? Или такого канона нет? Ну, если сказать вот так прям просто, то это коричнево-персиковая гамма. Ну, коричневых цветов их очень много, то есть это могут быть красновато-коричневые цвета, которые хорошо подходят рыженьким девушкам, у которых очень теплая внешность изначально. Это могут быть цвета такие немного даже с оливковым оттенком. Если русоволосая девушка, которая волосы с такой легкой зеленцой, например, зеленые глаза, оттенки хаки, оливковые, их тоже можно использовать для повседневной гаммы, для делового макияжа. Это могут быть холодные коричневые оттенки, если у нас контрастная внешность, например, светлая холодная кожа и темные волосы, вот, например, как у тебя. Вот. Это могут быть холодные оттенки, которые можно усиливать прямо до черного. И это будет смотреться очень органично, и при этом можно играть с этими цветами абсолютно по-разному. Если же нужно, например, после офиса выйти куда-то в свет и надеть что-то на себя более интересное, более необычное, и подчеркнуть какой-то именно цветовой акцент, то можно просто к макияжу, который мы сделали в родных цветах, добавить какой-то акцентик, там, например, уголок глаза, либо слизистую, подчеркнуть цветом, сделать цветную стрелку. Также можно за счет цвета губ корректировать образ. Это всегда быстро, потому что мы пошли на обед, на бизнес-ланч, скушали что-то, уже нужно менять помаду. И можно, да, в течение дня. То есть ты сегодня объяснишь это нашей героине, что как она может поменять свой образ в течение дня. То есть если она из офиса идет в ресторан вечером, как это легко сделать, то есть поменять как-то мейкап, чтобы он подошел к ее другому какому-то образу. Да, это не секрет, я расскажу. Отлично. Вот. Ну, в принципе, у нас довольно юная такая девушка, я думаю, что мы ее не будем перегружать каким-то макияжем жестким, который будет менять ее внешность сильно. Мы просто немножечко подчеркнем, чтобы она выглядела серьезнее, может, чуть-чуть взрослее. Вот как раз наша героиня уже готова. Мы подобрали ей сегодня вот такой вот образ. То есть это нежное, романтичное, такое, наверное, даже мягкое платье-футляр. Почему именно это платье? Потому что это классический крой. То есть футляр, это испокон веков было классическим кроем и никогда не будет из моды, всегда им останется. Здесь есть небольшой круглый вырез, который также отлично подходит для офиса. И небольшой рукавчик короткий, то есть нет никаких открытых плечей. Вполне себе офисный стиль, который может себе позволить девушкам. Сюда также я хочу предложить сумочку. Держи. Которая также выполнена в таких же оттенках, как платье. А я думаю, сейчас Алина нам покажет, как мы завершим этот образ уже окончательно. Все, мы тогда переходим. Да, дай тебе зеленый стиль. Диана, присаживайся на стульчик. Так, как мы уже заметили, у нас довольно юное лицо, очень красивое, очень милое. И я бы хотела добавить ему немного жесткости за счет того, что мы подчеркнем сейчас скулы. Я использую корректор не сильно холодного оттенка, он такой немножечко персиковый, чтобы выделить линию скул. Это добавит нам такой серьезности. А возраста это не добавит? Ну, я думаю, что в нашем случае добавить возраста не страшно. Вот, если, например, мы боимся добавить возраста, то мы делаем довольно мягкую коррекцию. И не забываем про естественный румянец, который всегда освежает и всегда наоборот делает образ таким более легким и придает юность как раз. Вот, но в нашем случае, я думаю, что мы больше как раз акцентируем на коррекции такой более взрослящей. Вот, также обязательно мы немного подчеркнем наши брови, чтобы они при этом выглядели естественными. Я просто цветным гелем немножко по ним пройдусь. Очень красивые пушистые брови у модели. Ну да, к тому же у нас такой нежный образ, что здесь и не нужно ничего такого яркого, да, наверное? Да, я думаю, что как раз вот в сочетании с одеждой, которую вы подобрали, будет хорошо смотреться, чтобы такое было естественное. Также сейчас с помощью кремовых теней я немножечко скорректирую форму глаз. Хочется их немножко вытянуть, чтобы они просто были побольше и выразительнее. Кстати, опять, что касается делового макияжа, наверное, большинству девушек лень будет с утра выделять прямо очень много времени на это. И вот кремовые тени – это как раз такой лайфхак для того, чтобы сделать макияж быстро и легко. Вот. Мы просто растушевываем их, и можно их сверху еще зафиксировать сухими тенями, чтобы они были максимально стойкие. Это актуально в жаркую погоду. Смотри прямо и немножко наверх. Вот. Актуально в жаркую погоду, и когда, например, нам нужно, чтобы макияж держался прям очень долго, мы знаем, что будут какие-то там нагрузки физические. Вот. Ну, в целом сейчас кремовые тени делают довольно устойчивыми, и поэтому зачастую достаточно просто их нанести, и у нас уже готов макияж глаз. В общем, наверх. Какую марку ты используешь? Это марка NYX. Это очень приятная по ценам марка, в которой огромнейший выбор косметики, абсолютно разных цветов. Я очень люблю... В принципе, я все косметические марки на самом деле люблю. У меня нет нелюбимых. Вот как раз сейчас оттенок, он такой немного холодноватый, а образ нашей модели чуть-чуть потеплее. И поэтому я более теплыми тенями сейчас пройдусь по крайней линии для того, чтобы вывести их мягко в кожу. Это даст нам такой более гармоничный эффект в образе. При этом нам нужно сейчас еще сделать так, чтобы у нас все это сочеталось с нашим платьем. Немного добавлю хайлайтера в уголок глаза, чтобы сделать такой взгляд свежий. У нас получается такой довольно нежный образ. А если вот это вечерний, что сюда ты добавишь? Ну, для вечернего образа можно добавить более жесткую линию ресничек. То есть можно прямо между ресничками пройтись подводкой, либо карандашом, чтобы у нас была более четкая линия на веке. Вот. И макеи в целом будут смотреться поярче. Так. И сейчас мы с помощью цвета губ, такого более персикового, соединим все с образом, который подобрал стилист. Алина, а что-то вот можно, есть такое, что ты запрещаешь, например, категорически носить в офис? Ну, если бы я была начальником офиса, я бы, наверное, не одобрила, если бы ко мне работники приходили с блестками, с какими-то очень креативными цветами на губах, например, там с... С фиолетовыми какие-то, да, с синими. Да. Ну, вот я, например, как человек довольно либеральный в плане макияжа, понимаю, что сейчас уже некоторые цвета, например, помады, они становятся классикой. И в некоторых офисах наверняка можно носить винные помады, которые у нас винные, в принципе, это новый красный. Да, то есть вот как красная помада классическая, винная, она за последние года три стала тоже такой уже классикой. Но если дресс-код в плане макияжа у нас довольно строгий, то я бы советовала ориентироваться на максимально натуральные цвета. Если хочется добавить при этом какой-то праздничности, можно сделать более сияющую кожу, добавить хайлайтер, но при этом, чтобы он был мелкодисперсный, без крупных блесток. Например, сейчас мы буквально чуть-чуть его добавим, и потом еще немного приглушим. Я покажу, как это будет смотреться. То есть как будто у нас просто есть такое натуральное сияние кожи, вот. И как таковым макияжем вот эта зона выглядит не должно. В принципе, вот такой легкий образ у нас уже завершен. Я думаю, что мы сможем его усилить, наверное, со следующим образом, да? Ну, конечно, да. И трансформировать, чтобы было интереснее. Я попрошу тебя, пожалуйста, встать. У нас получился вот такой вот нежный, романтичный образ, в то же время деловой. То есть в таком образе можно как и на свидание, так и в офис. Фактура платья у нас очень довольно интересная. То есть она неоднородная. И это ни в коем случае не делает при этом... При этом оно не делает образ каким-то менее строгим. То есть за счет кроя платья, несмотря на фактуру, такое запросто можно носить на работу в офис. Мне кажется, еще можно как-то дополнять, наверное, в плане одежды. Конечно, да. В плане одежды, аксессуаров, то есть очень много вариаций. Такой цвет у нас бежевый, персиковый какой-то... Он довольно универсален. То есть если мы сейчас даже поменяем обувь и сумочку, то хуже не будет. То есть образ не изменится в плане своей актуальности. Хорошо, Диана. Я приглашаю тебя примерить следующий наш образ. Спасибо тебе большое. Мне кажется, получается довольно-таки... Очень нежно получилось, очень романтично, да. Я бы обязательно взяла Диана на работу. Если бы она пришла к тебе в таком образе. Да. Но мне кажется, мало кто там стоит. Часто, кстати, в плане делового макияжа есть какие-то определенные стереотипы. Все думают, что там обязательно должны быть стрелки. Незамечательно. Ну вот, кстати, да. Очень многие в офисах используют какие-то такие очень контрастные достаточно цвета. То есть это стрелки, это какие-то... Даже смоки айс. Я даже такое видела. То есть это считается каким-то... Ну, как ты считаешь? Ну, я бы не сказала, что стрелки или смоки это молитон прям в офисе. Я думаю, что это вполне легально. Вот, но тем не менее, стрелки это не... Я не думаю, что это прям классика делового макияжа. Дело в том, что я всегда, когда, вот, например, подбираю девушкам на курсах макияжа для себя, помогаю им найти макияж, которым они будут пользоваться, я еще ориентируюсь на то, что нужно успеть за какое-то время собраться. Стрелки очень отрасльная вещь. К тому же утром, когда ты спросонья, это, наверное, сделать довольно непросто. Если, конечно, у тебя уже не набитая рука, и ты не делаешь их на протяжении 10 лет каждый день. Ну, вот, заметила, что всегда, когда нужно, бывает, что либо рука со стрелкой, либо что-то случится. Ну, и главное, конечно, чтобы они шли. Да. Именно, кстати, да, стрелки будут не всем. По форме глаза очень часто, когда есть сильно нависающая века, например, складочка может ломать стрелку. Вот, и за счет этого стрелки рисовать можно, можно, но это намного сложнее будет. Вот, поэтому пока что мы без стрелок. Ну, и это, наверное, уже не будет смотреться так, как хотелось бы, наверное, это видеть изначально. Вот, я вообще люблю такие более растушеванные формы в макияже, потому что это более универсально, более быстро, более просто. И можно это намного проще. Воплотить в жизнь, в принципе, даже тому, кто, наверное, не занимается визажем, да, то есть это намного проще научить этому человека, чтобы он смог это делать каждый день, также пособираясь на работу. Ну, вот, кстати, насчет одежды тоже, да, есть стереотипы, что это должны быть какие-то там юбки с плоской. Да, конечно, абсолютно верно, то есть очень много стереотипов по поводу офисного стиля, то есть это либо юбки-карандаши, белые блузки, а абсолютно нет. То есть у нас все 21 век, мода меняется, и также офисные образы меняются, то есть если раньше это были какие-то, не знаю, заправские каноны, то, что нужно именно там белый верх, черный нить, сейчас абсолютно все не так. Сейчас мы спокойно можем надеть в офис, как образ, который мы сегодня подобрали для нашей героини, более нежный, романтичный, так и, конечно же, что-то строгое. То есть все зависит от дресс-кода, в первую очередь, офиса, в котором вы работаете, от вашего места работы, где вы находитесь, ну и, конечно же, от вашего стиля, собственно, от вашего какого-то желания выглядеть так или иначе. Это тоже на очень многое влияет. Наша героиня готова. У нас следующий образ, уже более строгий, наверное, для такого какого-то офиса, где именно нужно выглядеть строго. У нас табрючный костюм, жилет и брюки. Покрутись, пожалуйста, я... Сюда я предлагаю брошь в качестве такого аксессуара. Брошь, мне кажется, как раз-разглавит, да, вот такой офисный пауз? Да, то есть он сделает его, наверное, больше к лицу для нашей героини. То есть она у нас такая нежная девушка. Как раз будет гармонировать с обувью отлично. И также сюда я предлагаю сумку. Сумка объемная, то есть как раз, наверное, то, что удобно ходить на работу. Вряд ли кто-то ходит на работу с маленькими вечерними сумочками, но... Да, нужно положить... Да, то есть если это какие-то документы, какие-то рабочие моменты, и как раз будет очень комфортно. Что ты предложишь нас с макияжем? По поводу мейка, вот я сейчас вижу, что в этом образе очень много таких строгих, четких линий, при этом они все такие интересные и красивые, что мне хотелось бы добавить чуть больше четкости теперь в макияж. Наверное, это выразится в бровях и в макияж глаз. Поэтому я на этих приглашаю еще раз. По поводу глаз, я хочу сейчас добавить немного света в уголки глаз. у нас в принципе более контрастный уже образ, чем в предыдущем. Поэтому как раз более насыщенные цвета здесь будут смотреться более органично. Я сейчас с помощью карандашика прохожусь между ресничками, чтобы сделать эту линию более выразительной и немножко более толстой. То есть у нас что-то будет вроде стрелок, да, каких-то? Это будет обводка. Вот в макияже это называется обводка, да, когда мы подчеркиваем линию ресничек. То есть здесь даже не нужно обладать какими-то... То есть ты их не выводишь за разрез глаза? Да, мы не делаем сейчас четкие вот эти хвостики, поэтому нам архитектурные навыки здесь не понадобятся. Вот, мы просто следуем нашим естественным линиям. линии роста ресниц. Вот, сейчас мы растушевываем эту линию по верхней границе, чтобы она у ресничек была такая же насыщенная, но более мягкая сверху. Вот, и так как карандаш у нас такая довольно мягкая форма косметики, мы еще немного закрепляем его сверху сухими тенями. мы вытягиваем уголок глаза, потому что Диана форма глаз, который очень хочется вытянуть, ей так очень идет. А что за форма глаз? Ну, в принципе, у Дианы... Это название имеет какое-то, может быть... видные глаза, да, нельзя сказать, что они там круглые, или какие-то такие... Это классическая форма, которая очень красиво смотрится, когда мы ее делаем более вытянутой. Сейчас еще растушевываем тем же цветом, который мы использовали в первом макияже. Вот, мы сейчас добавили контраста, но за счет контрастных оттенков в одежде у нас это смотрится органично. Сейчас получается такой довольно строгий образ. У нас здесь он такой... Белая рубашка, жилет, брюки. Все-таки вот это идет. Очень многим девушкам это идет. Ну, вот такое вот, знаешь, что-то более строгое. Не знаю. Как ты себя, кстати, ощущаешь? Хорошо. В этой идее. Какой тебе образ был ближе, который первый, был более романтичный, нежный, или второй, который сейчас? Сейчас я думаю второй, в котором я сейчас напишусь, потому что она обычно очень строгое отзываюсь на какие-то мероприятия, на субсиджирование, на работу, в принципе. Вот поэтому мне это помимо не мешает. Для работы, в общем, ты пытаешься придерживаться более строгого дресс-кода. вот сейчас я делаю линию бровей более насыщенной, чтобы, опять же, вот этой линейности добавить. расчесываем бровки, чтобы они при этом были все равно натуральными, несмотря на большую четкость. Все, вот так вот я вижу этот образ. строгий довольный, но в то же время женственный вопрос у нас получился. мне очень нравится эта форма брюк. Она всем идет? Ну, вообще, клеш, да, могу сказать, что да. Он идет больше всем, чем, допустим, узкие брюки, которые сейчас модные. Но клеш у нас опять возвращается, то есть это сейчас очень актуально, и такая форма брюк как раз-таки подходит многим. Просто мне, например, сложные решительные, для меня это, ну, что-то, пока что необычное. Ну, это что-то, наверное, из детства, скорее, да, то есть, что было у наших мам. Таких брюках многие ходили раньше как раз-таки вот на работу. Сейчас все как раз возвращается к тому, что было раньше. То есть, можно сказать, что мода идет по кругу. Ну, сейчас я вижу, что прям такие длинные-длинные ноги в них. Ну, у нас героиня достаточно длинная нога, и они, да, они очень вытягивают образ. То есть, несмотря на то, что, возможно, многие заблуждаются о том, что как раз узкие брюки делают ноги худее, длиннее, на самом деле нет. То есть, наоборот, с узкими брюками можно подчеркнуть какие-то недостатки, если есть, допустим, широкие икры или, наоборот, широкие бедра слишком, то здесь это все скроется. Даже если бедра будут шире, за счет плеши они сгладятся. Да, это очень, очень круто. Мы отпускаем тебя, Диана, чтобы ты примеряла наш следующий, третий образ. У нас, может быть, накопились какие-то вопросы от наших зрителей? Ну вот, одна наша подписчица говорит, что верхнюю пуговицу блузки можно было бы брошкой закрыть и красного добавить, пояс и сумку. Безусловно, можно было, но так как у нас более офисный стиль, мы хотели показать более деловой образ. То есть, первый образ у нас был более нежный, романтичный, мягкий. Этот образ мы хотели сделать более универсальным и жестким, то есть, как требуют это многие офисные дресс-коды. Вот, поэтому мы хотели не перегружать его цветами, а сделать более лаконичным в таких классических темно-синих оттенков. То есть, у нас даже рубашка была здесь не на контрасте какого-то белого цвета, как это обычно принято, а она была нежно-голубая. То есть, такой лаконичный, очень деловой, серьезный образ. Ну и макияж тоже это подтверждает. А вообще, как ты думаешь, какие-то такие яркие оттенки в офисном стиле, они на сколько уместны в плане одежды? В плане одежды, ну, опять же, повторюсь, то, что мне какие-то сейчас, мне кажется, если это, конечно, какое-то определенное место работы, где у нас, где у нас отформу, где это требуется, то, наверное, да. Но так, офисный стиль, я не думаю, что сейчас имеет место какие-то определенные цвета. То есть, уже, мне кажется, стоит подбирать то, что идет именно девушке, в данном случае, то, что подходит ей под ее стиль, под ее цветотип. и почему она не может вглядеть стильно даже на работе. Наверное, есть какие-то... Подчеркиваю, это одеждой, мейкапом как-то, если это, конечно же, ну, все уместно. То есть, я не говорю про какие-то там, опять же, как вот ты говорила, повторюсь, яркие оттенки бур, что-то там космическое, сверхъестественное. В первом образе, вот, можно сказать, да, может кто-то с нами поспорит даже, что этот образ не подойдет для офиса. Абсолютно не могу согласиться. Ну вот, еще зачастую же у людей как бы нет такого прям строгого дресс-кода, даже, возможно, нет начальства. То есть, это просто бизнес-вумен, сейчас очень девушки развитые. Бизнес-вумен вообще может позволить тебе очень много, мне кажется. но все равно, наверное, есть какой-то такой этикет, да, которому нужно следовать. И вот, ты бы ограничила как-то танцы, это был гамм, может, что-то все-таки нельзя использовать. Для девушек, которые занимаются своим бизнесом, или которые именно работают. Да, вот когда именно им не на что ориентироваться в плане формального дресс-кода, они сами должны не заниматься. Я поняла. Девушке, которая думала владеть собственным бизнесом, нужно показать предусловно, что она руководитель, что она начальник, что она директор, что она, она здесь все, то есть, она здесь главное. Ей это нужно показывать своим поведением, своим образом, своим стилем, своим мейкапом, то есть, чтобы люди воспринимали ее как действительно руководителя, как начальника, как главного в этой организации. И, конечно, я думаю, ей стоит выглядеть как-то, опять же, что ей больше идет. Она может выглядеть как вот романтичная, нежная, и в то же время будет вызывать уважение у своих подчиненных. также она может выглядеть строго, ходить в платьях в футлярах, на шпильках, и также вызывать у своих подчиненных какой-то трепет даже может быть. То есть, все зависит, я думаю, от самого человека, от его подачи, от его характера. Так, наша Диана вернулась, наша героиня. Следующий образ у нас более такой строгий, но даже не то, что строгий. Строгий у нас был второй образ. Этот подходит как для офиса, так и для какого-то повседневного стиля, то есть, после работы, чтобы куда-то можно было пойти. Платье винного цвета, очень актуальный крой в этом сезоне, то есть, такой руках называется реглан. У него нет плечевого вот этого кроя, то есть, нет проймы. Такое мы могли видеть и раньше, но сейчас это очень актуально. То есть, очень многие дизайнеры в своих коллекциях в этом предыдущем сезоне использовали такой крой не только платьев, но и всевозможных свитшотов, вот так, очень многих моделей одежды. К этому образу я опять же предлагаю светлые туфли-лодочки, которые будут универсально смотреться. Также всегда можно добавить какую-то темную более обувь, чтобы подчеркнуть изысканность платья. наверное, передаю ее Диану в твои руки, Алина. Хорошо, мне, кстати, очень нравится цветовая гамма, она такая прям глубокая, насыщенная, аж хочется отправить Диану после работы куда-то на свидание пить тебе вино. Да, все, идем вперед. Я, кстати, думаю, что, может быть, я покажу, как изменить наш макияж после работы для выхода уже на погулять. Куда-то в сверху. Да, да, да. Чтобы развеяться, как-то отвлечься немножко от работы. Потому что, мне кажется, действительно, платье подходит и для офиса, и для прогулки. Да, очень универсальный крой платья, да. Несмотря даже на то, что у нас в верхней части выполнена кружевная вышивка, она абсолютно не делает этот образ, не придает ему какой-то... Он, конечно же, может быть как вечерним, так и офисным, опять же, за счет кроя платья. То есть, у нас здесь нет открытых рук, каких-то глубоких вырезов. У нас универсальная классическая длина до колена. Опять же, силуэт идет футляром. Если же мы, конечно, распустим поезд, то это будет платье прямого кроя. Но поезд здесь как раз и для того, чтобы подчеркнуть талию, подчеркнуть фигуру девушки. И опять же, цвет очень ненавязчивый. То есть, не могу сказать, что такой цвет не приемлем в офисе. Абсолютно нет. Сейчас нет какого-то определенного канона по цветовой гамме. И если ваш работодатель не требует от вас черно-белого стиля, то вы вполне можете в таком платье идти на работу. Диана, я тебя приглашаю еще раз для того, чтобы уже трансформировать твой макияж. Мне, кстати, кажется, что еще у многих девушек стоит вопрос о том, как им выглядят на всяких корпоративных мероприятиях, которые не в офисе проводятся, а, например, какие-то встречи. Ну, кстати, у многих они даже проводятся в офисе. Возможно, это будет актуально для наших подписчиков узнать. Да, вроде как бы нужно быть неформальной, но при этом нужно все-таки Но при этом, да, ты находишься в коллективе, ты на работе, и все-таки нужно создавать впечатление. Ты правильно выразилась. Я сейчас чуть-чуть расскажу, что я буду делать. Очень хотелось бы подчеркнуть этот шикарный цвет, поэтому я немного такого глубокого сливового оттенка добавлю в макияж глаз. Я думаю, что это можно сделать даже и для офиса, но, наверное, все-таки большинство работодателей будут предпочитать, если макияж при этом будет не такой насыщенный. Ну вот, например, если бы этот сливовый цвет был самым темным в мейке, я думаю, что это было бы вполне уместно к этому платью, потому что есть такая цветовая теория относительности, когда мы смотрим на один цвет, например, на белом фоне он нам кажется ярким, если мы смотрим на этот же цвет. На каком-то более приглушенном фоне, даже на сером уже он нам кажется другим. Да. Вот. И на фоне вот этого глубокого оттенка платья, сливовый оттенок в макияже глаз, он не будет так выделяться, как он бы выделялся с другой какой-то одеждой. вот, я немного тушу. Да, как раз-таки платье у нас немного приглушит. Если бы мы сейчас, я думаю, если бы мы сделали такой макияж к нашему первому образу, там он, конечно, сильно бросился в глаза и смотрелся бы неуместно. Здесь же у нас платье сглаживает все это. Я думаю, что мы можем даже немножечко затянуть сверху. Если мы уже делаем такой более вечерний деловой стиль, то мы можем это себе позволить. Я возьму такой коричневый блеск для губ. Он сам по себе прозрачный и он не требует какого-то мастерства в плане точного нанесения, потому что у него такая мягкая текстура, он легко растушевывать. Я еще немного смешиваю с той помадой, которая у нас уже на губах, чтобы его чуть засветить. То есть будет более приглушенный оттенок, да, того цвета, который ты сейчас взяла новый для нас? Да, да, да. Либо можно его просто растянуть на губах, чтобы он тоненьким слоем лег. И можно наносить блески прямо поверх матовых помад. Кстати, это неплохой лайфхак в плане стойкости, потому что матовые помады, они как бы чудесные. это очень вообще, ну для меня, например, это очень такая проблема. То есть я очень люблю матовые помады, матовые оттенки, но очень сушит губы. Что, ты посоветуешь наносить блеск, то есть, да, сверху? Ну, во-первых, при нанесении матовых помад, как в принципе при нанесении любых текстур, которые подсушивающие, суперматовые, то есть суперматовые тональные тоже будут подсушивать кожу, нужно предварительно увлажнить кожу, либо... Вот мне не помогает, вот серьезно. Я это тоже, я слышала об этом, очень многие мои знакомые, визажисты также мне об этом говорили. Сначала бальзам, потом помада, но в течение дня все это все равно теряет свой первозданный вид, хотя этого не хотелось бы. Все равно уже влагу высасывает помада из поверхности бут. Действительно, да, такое происходит. Есть, кроме бальзамов, есть еще специальные праймеры, у них более плотная текстура такая, они либо на парафиновой основе, либо на силиконовой основе, они создают такую пленку, как раз разглаживают вот ненужные складочки на губах, и сверху, когда мы наносим помаду, она не так плотно соприкасается с кожей губ и не так сильно воздействует. То есть она как будто бы на поверхности находится. вот, можно использовать праймер, но если и это не помогает, то можно использовать еще бреск поверх помады. Если действительно кожа губ очень сухая и вся влага, которую мы наносим сверху, она впитывается немножко наверх. Я еще чуть-чуть снизу затемню уголки. Вот, то вот все, что мы нанесем поверх помады, это тоже через какое-то время впитается. То есть, например, на сухих губах вот то, что мы нанесли блеск поверх матовой помады, потом в итоге сольется все равно в такую довольно стойкую матовую текстуру. Но все равно эффект будет долговечней, нежели просто нанести ее. Да, да, да. Я даже иногда беру какую-то натуральную оттенку матовую помаду, если хочу нанести блеск, просто для стойкости вниз. Вот, вот это хорошо очень удерживает на губах. Еще немножко я хотела бы сейчас добавить линию скул и хайлайтер уже по-взрослому нанести, вот, не стесняясь. Немного скругляю эту линию, чтобы не делать ее прям сильно жесткой, потому что у Дианы очень красивая, актуальная такая у модели это называется strong face, когда такое жесткое, четкое лицо с четкой выраженной линией. Да, мы немного их вот так скруглим, чтобы они были более мягкими и женственными для этого образа. Немного уберем тот фэшн, который есть в тебе от природы и добавим немного хайлайтера. все-таки хайлайтер перебарщивать с ним ты не советуешь для офиса? Я вообще не советую, если честно, перебарщивать с хайлайтером. Ну, я имею в виду наносить его, вот как мы сейчас это сделали, то есть для наших предыдущих образов, либо каких-то более деловых образов, нежели для того, что мы делаем сейчас. То есть не стоит этого делать. Да, я считаю, что вообще для дневного макияжа лучше, чтобы хайлайтер не выглядел как хайлайтер, потому что дело в том, что даже если мы идем днем на какое-то мероприятие, лучше сделать хайлайтер довольно приглушенным. Дело в том, что дневной свет, он довольно жесткий, он более яркий, он больше показывает все нюансы, которые у нас есть в макияже, и на дневном свету часто хайлайтер смотрится намного ярче, чем при вечернем освещении, плюс больше видны вот эти частички, потому что в любом случае, какой бы он не был мелкодисперсный, какой бы не был мелкий помол в хайлайтере, для того, чтобы единый был блеск, все равно он состоит из частичек, и на солнечном свету это может быть сильно видно. Вот, в принципе, я завершила трансформацию макияжа на Диане. Кстати, можно еще добавить немного легкости в волосы, сейчас очень актуальны такие немного небрежные прически, и я очень полюбила такой продукт, как солевой спрей для волос, он делает такую легкую текстуру, вот, у Дианы очень жесткие, плотные волосы, очень прямые, вот, и для того, чтобы создать такую легкость, можно просто немного сбрызнуть их спреем, волосы. сделаем эту полу. Он не дает какого-то эффекта склеивания, то есть нет такого, как при лаке, на поле уплотняется за счет того, что на нем появляется этот продукт, и легче его уже будет сыграть. Но нет дефекта грязных волос. Да. То есть это, наверное, очень популярный вопрос. То есть вот именно жидность не создаёт. Ну вот, это, наверное, будет волновать как раз-таки всех при этом. Их легко собирать различного вида пучки, хвосты, потому что они уже у нас как будто полегче становятся. Можно сделать вот такой еще легенький конский хвост. У меня из своих волос. Я сейчас просто одной прядкой обматываю все остальные волосы и сзади невидимочками крест-накрест закрепляю. И у нас готовы наш экстремент план. Много инвидимок не нужны прически для ее стойкости достаточно правильно крепить близко к коже головы и крест надпись на вот такой вот образ у нас получился как для офиса так и для прогулки после офиса для похода в ресторан или на какой-то офисной кромочке корпоратив если он требует какого-то более делового вида. Наверное на этом будем заканчивать, да? Да. Думаю, что Диана еще может посмотреть на себя и прокомментировать как себе изменения. Думаю, что Диана спасибо большое за такую область. Думаю, что у нас сейчас она идет для собеседования и для собеседования книги. Мне очень нравится. Ну, это была наша основная задача чтобы помочь Диане с образом для собеседования, для поиска новой работы. Надеюсь, что информация, которую мы сегодня с Алиной препонесли вам была для вас полезной. Заканчиваю. Да. Если у нас не осталось вопросов. Спасибо большое за ваше внимание. Продолжение следует...